Перекресток Это уникальный шанс, но, наверное, это еще и обязанность особая финалистов, лауреатов, победителей конкурса «Учителя года». Мы очень волновались, когда пришли туда. Обстановку немножко разрядил Андрей Александрович Курсенко. Ну, потом, когда мы зашли уже в зал, наверное, рабили еще раз. Но когда Владимир Владимирович вошел, первым вопросом он смутил нашего победителя Александра Шагалова, потому что это был вопрос о зарплате. Ну, как-то потом все собрались и уже задавали вопросы, те вопросы, которые их интересовали. Владимир Владимирович показал, насколько он ориентируется в проблемах учительства и понимает, как их можно решить. Шла речь о том, что учитель – это профессия уникальная. И учитель воспитывает, учитель учит. Это очень тонкая работа, отметил глава государства. И сказал даже, что завидует нам, потому что наблюдать за тем, как растет человек, и участвовать в этом – это великое счастье. Здесь я с ним согласна полностью. Каждый задавал вопрос, который был интересен именно ему. Вопросы были разные. Это были вопросы о профстандарте. Это были вопросы о судьбе географии в школе. Конкурсантка отделилась тем, что ей постоянно задавали такой вопрос – есть ли жизнь на Чукоте. Да, поскольку этой информацией, видимо, не владели сами финалисты конкурса. И это, в общем-то, не очень хорошо. Кроме того, были вопросы об эстетике, о прекрасном. Были вопросы о том, какие перспективы у химии. Один из конкурсантов пригласил Владимира Владимировича к себе на урок. Владимир Владимирович не растерялся. Сказал, что можешь начинать урок прямо здесь. И Малый Пеликан ответил, что он привык общаться с детьми. Владимир Владимирович сказал, что мы подыграем. Но, тем не менее, урок, так сказать, экспромт не состоялся. Владимир Владимирович сам стал читать стихи Лермонтова, потому что ему задавали вопросы о том, какие книги он любит читать. Он сказал, что на его столе всегда лежит томик Лермонтова. И процитировал любимые строчки. Мой вопрос был о том, целесообразно ли введение в школе культурологического курса. И аргументирую, почему именно такой вопрос я задала. У нас в России уникальная культура. Такой культуры нет больше нигде. И эта культура воспитала многих гениев, среди которых и поэты, и писатели, и архитекторы, и художники. Но, к сожалению, сегодня культура деградирует. И не стоит забывать о том, что история культуры – это история России. Наши дети должны быть грамотными. Благодаря такому курсу можно было бы воспитывать человека культуры, формировать базовые национальные ценности и простить патриота. По приезде я вступила в диалог с одним из учеников, и он сказал, зачем? Мы и так знаем, что Третьяковская галерея находится в Санкт-Петербурге. Ну, конечно, зачем? Поэтому вопрос о том, нужно или нет, он очевиден. И Владимир Владимирович поддержал эту инициативу, сказал, что важно, конечно же, учесть различные нюансы и продумать, каким образом и где мог бы быть этот курс. Мне очень близки слова Александра Исаевича Солженицына, который говорил, что сбережение народа – это главная национальная идея. Но это ведь не только демографическая проблема. Это еще и сбережение традиций, сбережение языка и, конечно же, культуры. Анжелика Игоревна, у вас, получается, за буквально несколько дней перед встречей с президентом была еще одна встреча, скажем так, на высшем уровне, с министром образования Российской Федерации. Вот о чем речь шла на этой встрече? Какие инициативы были? Это был круглый стол для пятерки финалистов. Речь шла об оценке качества образования. До сегодняшнего дня, скажем так, единственной оценкой качества образования являлись результаты единого государственного экзамена. Здесь я, наверное, поддержу тезис Ольги Юрьевны Васильевой, министра образования, что единый государственный экзамен не может быть единственной оценкой качества образования. Поскольку, когда родители приводят ученика в школу, он ведь, безусловно, хочет, чтобы ребенок получил хорошие знания, чтобы он был успешным, чтобы поступил в ВУЗ, но ведь он хочет еще, чтобы вырос человек в первую очередь. Еще Сухомленский говорил, что образование – это один из лепестков того цветка, который называется воспитанием. Поэтому, а как оценить воспитание? Как можно дать оценку воспитанности человека? Это очень трудно. Поэтому здесь, наверное, нужно продумать какие-то механизмы в оценке качества образования. Может быть, ввести какой-то еще один экзамен. Может быть, оно не будет обязательным. Есть у нас итоговое сочинение, по результатам которого добавляются баллы при поступлении в ВУЗ. Можно было тоже ввести какой-то экзамен, который бы показывал, может быть, общий кругозор ребенка. Были бы вопросы по разным предметным областям. И также бы давались баллы для поступления в ВУЗ, чтобы ребенок был мотивирован, и вся школа уже работала на результат. Ну, это, конечно же, ЕГЭ как предметный результат. И плюс это и ГТО сейчас тоже добавляются баллы. Это и итоговое сочинение. Ну, и, может быть, вот такой какой-то метапредметный экзамен. Попробовать его ввести, может быть, не как единый, а по выбору, по желанию ученика. Но на самом деле, наверное, это очень трудный вопрос оценка качества образования. Потому что есть такие нравственные категории, которые оценить просто невозможно. И которые можно проследить только в течение какого-то времени. Вот для меня, например, оценкой качества моего образования являются ежегодные встречи с моими выпускниками, которые уже давно закончили ВУЗ. Но каждое лето они спешат ко мне в гости пообщаться, поделиться своими успехами, порадоваться вместе со мной моим успехом. Я считаю, это очень важно. И, например, когда я готовилась к конкурсу и попросила смонтировать ролик, откликнулись все выпускники, где бы они ни находились. Москва, Санкт-Петербург, Самара. Прислали маленькие фрагменты, потом это было все смонтировано. Есть, что это тоже можно отнести к оценке качества образования. Но как это оценить? В каких-то цифрах это очень сложно. Вы как раз заговорили о том, что ваши выпускники вам помогли подготовиться к конкурсу. А кто еще помог? Кто за вас болел? Кто помогал? Кому сейчас хочется спасибо сказать? Я очень рада, что вы задали этот вопрос, потому что было много интервью, но вот этот вопрос не задавал никто. А хотелось бы публично выразить благодарность всем тем, кто поддерживал, кто болел за меня. Это, безусловно, и ученики, это и педагогическое сообщество не только города Сызрани, но и Самарской области. Это на самом деле так. Спасибо хотелось бы сказать тем людям, которые были рядом. Во-первых, своей семье, потому что без них не состоялась бы даже победа на окружном уровне без их поддержки. Кроме того, конечно же, помогала школа, специалисты и нашего ресурсного центра, и западного управления. И отдельные слова благодарности мне бы хотелось сказать руководителю западного управления Татьяне Николаевне Гороховецкой, потому что летом мы готовились сообща, то есть шли рука об руку, она курировала подготовку к конкурсу. И когда нужно было создать сайт, оперативно все отреагировали, и Татьяна Николаевна, и директор моей школы, и Лена Борисовна Марусина. Наверное, победа не состоялась бы, не наверное, а точно, победа не состоялась бы без помощи Министерства образования и науки Самарской области, потому что и конкурсные материалы отсматривались, и уроки отсматривались. Большое спасибо, низкий поклон. Спасибо и специалистам СИПКРО, и педагогам 41-й гимназии, где проходили конкурсные испытания. Это Самара. Да, это Самара. И в 132-й школе, школа, где проходил методический семинар. Эмоциональную поддержку оказывал клуб «Учитель года». В этом году я стала частью этого братства и действительно ощущала эту эмоциональную поддержку на каждом шагу. Хотелось бы сказать слова благодарности уже не только от себя, но и от конкурсантов. Министерство образования и науки Самарской области, правительство Самарской области и Николаю Ивановичу Меркушкину за организацию Всероссийского конкурса «Учитель года России». Щедро, тепло, ярко, талантливо. Это далеко не весь перечень характеристик, которые давали конкурсанты проведению конкурса. И сейчас, вы знаете, очень интересно, сейчас стоят в маршрутке, иду по городу, люди мне улыбаются, ученики обнимают, выпускники приезжают и обнимают. Наверное, ради этого стоило поучаствовать в этом конкурсе. В окружном конкурсе, областном конкурсе, «Учитель года» вы были вне конкуренции, вы лучший учитель Самарской области. В этом конкурсе вы в числе 15 человек, лучших учителей. Вообще сложно ли было на конкурсе? Как проходили испытания? Наверное, нервы потрачены колоссальные. Вы знаете, после блестящей победы Сергея Сергеевича Кочерешко на самом деле было трудно, потому что принцип судейства был таким. Сначала все первые испытания – это конкурсный урок. Он отслеживался членами жюри. А затем, когда мы по результатам урока и методического семинара вышли в пятнашку, все 70 человек, которые не вошли в число 15 лауреатов, они стали членами жюри. Понимаете, да? Что кроме большого жюри это еще было и оценивание коллег своими коллегами. Но вы знаете, в открытую говорили о том, что Самарская область уже в прошлом году была в числе победителей, поэтому хотелось бы, в общем-то, дать шанс другим. И поэтому, наверное, было трудно. Но тем не менее, мной было сделано все возможное, чтобы достойно представить Самарскую область. Поскольку никаких обид, никаких слез по поводу того, что я не вошла в пятерку и не стала победителем, не было, конечно. Испытания медными трубами и прозина давным-давно. Поэтому особых амбиций не было. Была цель – достойно представить Самарскую область. И я думаю, что этой цели я достигла. А вот, как вы говорили, в прошлом году Сергей Сергеевич Кочерешко был учителем года, в этом году тоже мужчина из Армавира – Александр Шагалов. А как вы думаете, почему именно мужчинам второй год удается держать палеву первенства, так сказать? Ну, вы знаете, мужчинам не так много в образовании, поэтому, наверное, их нужно поддерживать и мотивировать каким-то образом, чтобы они появлялись в наших школах. И, может быть, конкурс это и делает. Ну, это, наверное, во-первых. А во-вторых, конкурсные испытания на самом деле трудные. Это, безусловно, праздник. Это очень все ярко, незабываемо, но, тем не менее, это великий труд. И поэтому конкурсы я готовила все лето, то есть отпуска у меня практически не было. Это и весь сентябрь был задействован. И это на самом деле было трудно и тяжело. Когда я говорю об этом, все начинают удивляться. Почему? Потому что нужно было создать такой урок, чтобы войти в пятнашку, чтобы стать лауреатом, что нужно было этот урок не раз проиграть, прорепетировать, так сказать, продумать мельчайшие какие-то детали. После урока был анализ. Здесь нужно было сказать, что получилось, что не получилось. И, может быть, да, и, конечно, волнение, оно, безусловно, было. И, может быть, мужчины просто немножко реагируют по-другому на какие-то вещи. И поэтому пальму первенством, конечно же, держат они. А уроки, вот как они проводились, с какими-то учениками или кто был в качестве учеников? А урок проводился на базе 41-й гимназии «Гармония Самара». Это замечательные дети. Я не ожидала, что они будут говорить. Но уроки, да, нисколько не боялись ни камер, ни членов жюри, отвечали на вопросы, продолжали мысли своих одноклассников. и, вы знаете, получилось так, что какие-то вещи мне пришлось по ходу урока исключить. Потому что я не ожидала просто, что дети настолько отреагируют на материал, настолько он окажется близким, и им захочется поделиться своими мыслями, поделиться своими чувствами. Вот. И урок, почему это еще, я считаю, самым трудным испытанием. Потому что, если методический семинар или педсовет и образовательный проект, здесь ты можешь надеяться, в первую очередь, на себя, то здесь еще и важно получить отклик ребенка, создать такое образовательное пространство на уроке, чтобы глазки горели, чтобы ниточки протянулись от сердца к сердцу, чтобы мы, чтобы было такое содействие, сотворчество на уроке, чтобы всем было интересно, и чтобы такой конкурсный урок состоялся. А какая-то была тематика урока, да, у нас? Ну, во-первых, это все было по календарно-тематическому планированию, то есть нельзя было давать тот урок, который я давала, к примеру, на конкурсе «Учитель года» Самарской области. Урок у меня был на тему поэзии Серебряного века, символизм. Это довольно-таки большой теоретический блок, коллеги меня здесь поддерживают, то есть нужно было дать и понятие Серебряного века, и в то же время символизма, и должна быть на уроке некое соотношение гармонии между теорией и практикой, чтобы это все-таки был урок литературы, должны звучать стихи, дети должны читать, анализировать, и в то же время знакомиться с теоретическим материалом. Поэтому урок создавался довольно-таки трудно, но, наверное, мне здесь помогла практика на участие в региональном конкурсе. Я сделала акцент на цветовой организации стихотворения, здесь, в общем-то, продолжила реализовывать те же самые идеи. Получилось довольно неплохо. Урок начался со стихотворения Константина Бальмонта «Я изысканность русской медлительной речи». Этот урок будет выложен впоследствии на сайте «Учитель года России». Можно будет посмотреть все конкурсные испытания. Сейчас уже появилась информация и об эссе, поскольку одним из конкурсных испытаний был эссе на заочном туре. И сайты также. Позже уже появятся уроки, методические семинары и педсоветы. Столько оставили эмоций, столько волнений. Безусловно. Вы знаете, когда конкурс шел, думаю, ну когда же, как тяжело. А вот когда он закончился, пустотам. Чего-то не хватает. Я вот смотрю, у вас лежит книга, брошюна, как вы правильно назвать. Это тоже связано с конкурсом? Это подарок для всех конкурсантов. Всероссийский конкурс «Учитель года России». И на страничках каждый учитель, участник. А в этом году было 85 участников из всех субъектов Российской Федерации. Есть здесь моя страничка. Здесь, во-первых, девиз, под которым каждый из нас участвовал в этом конкурсе. Мой девиз звучал так. Жить, думать, чувствовать, любить, совершать открытие. Слова Бориса Пастернака. Мы говорили уже о региональном этапе конкурса. И сейчас вспомнила, что тогда как победителю вам вручили автомобиль «Лады Калина». Вы на нем как-то ездите? Да. Сама? Нет. Вы знаете, права у меня есть. Я все лето мечтала вспомнить, как водить машину. Но, вы знаете, не было вообще свободного времени. Я погрузилась в подготовку к конкурсу. Но я надеюсь, что я наверстаю упущенное. И вот, если уж не зимой, то следующим летом или весной точно седутся роли. То есть пока в качестве пассажира. Да, пока в качестве штурмана. Хорошо, что подарок пригодился. И для вас пригодился. Спасибо большое. Анжелика Игоревна, время нашей программы подходит к концу. Но все-таки я хочу воспользоваться возможностью и в нашем эфире повторить несколько вопросов издания «Российская газета», которые они задавали пятифиналистам конкурса «Учитель года 2016» всероссийского конкурса. Вот, например, короткий вопрос, короткий ответ подразумевает. Такой вопрос. Какие уроки надо добавить в расписание? Так, ну уже о культурологическом курсе я говорила, если его и ввести в качестве внеурочной деятельности, то если говорить об уроках, то, наверное, это черчение нужно возвратить во все школы, поскольку, когда ученик заканчивает школу, идет технический УЗ, у него начинаются проблемы с очертательной геометрией и так далее. Просто знаю это не понаслышке. И, наверное, вот сейчас говорят об введении астрономии целиком и полностью поддерживая. Ну и, может быть, еще добавить час географии, поскольку география у нас изучается в пятом-шестом классе, это один час в неделю, а выпускники, то есть 10-11 класс, порой даже не выбирают этот предмет, а это очень важно для воспитания патриота. Еще один вопрос. Какой самый сложный вопрос вам задавали ученики за всю вашу практику? Самый сложный? Ну, вообще, мне кажется, в нашей профессии простых вопросов не бывает. Вы знаете, наверное, вопросы сложные, связанные с русской литературой, поскольку, конкретно я не могу вам сказать, какой вопрос, но, наверное, это вопросы о смысле жизни. И эти вопросы рождаются у моих учеников после знакомства с русской литературой, с классикой. это отрадно, поскольку еще Дедро говорил, что человек, который перестает читать, он перестает думать. И вопросов, кстати, не становится меньше. Чем больше читаешь, тем больше их становится, тем больше вопросов они задают. И это здорово. Это означает, что мы растим думающих людей. Вот. И за результаты, опять-таки, образования уже можно не беспокоиться. Большое вам спасибо. Очень было приятно с вами пообщаться и очень почетно пообщаться с одним из лучших педагогов страны. Спасибо. Это здорово. Я вас еще раз поздравляю с тем, что вы в 15 лучших педагогов страны. Спасибо. Спасибо вам большое. Желаю вам удачи, всего самого доброго и еще новых-новых побед дальше. Спасибо. Спасибо большое. А я напоминаю, что с вами была программа «Перекресток». Всего вам доброго. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»